Яроссо учился во Владикавказе, именно том самом городе, который вы упоминали в своем фильме. Уже тогда учиться было нелегко, потому что учиться никто из моих одноклассников не хотел. Уже тогда у нас была та самая озлобленная масса подростков, которые за 10 рублей могли посадить на перо. И это было повсеместно, поэтому учиться никто не хотел, а если видели, что кто-то пытается, сразу вешали ярлык ботаника. И подвергали издевкам и унижениям. Эту тему вы лишь вскользь затронули в третьей серии фильма, а это один из ключевых моментов современной школы. Таким образом пришлось быстро подстроиться под среду обитания из 6 класса, стать частью школьной массы, вечером читая самостоятельно учебники. Затем был вуз тоже во Владикавказе, на который я возлагал большие надежды, считая, что со школой мне просто не повезло. И тут окончательно спала пелена с глаз. Выяснилось, что со всего потока хотели учиться лишь 10%. Преподаватели смотрели на студентов как на одноклеточные организмы, зачитывали на автомате свои лекции, за деньги принимали от студентов экзамены и таким же образом ставили зачеты. Те, кто хотел учиться, учиться переставало, а кто не хотел, просто просиживали штаны. В 2007-2008 годах я был свидетелем, как начинался эксперимент ЕГЭ в республике. После пробного экзамена по математике вдруг оказалось, что математику-то никто из учеников и не знает. Процент двоек был настолько высок, что министра образования попросили покинуть стены министерства. В то время экзамены сдавались с помощью учителей, потому что никто не был заинтересован в плохих результатах. Садился учитель рядом с учеником и сдавал. Уже позже задания стали просто проще, а многие вузы снизили вступительные баллы, подстраивались под новые реалии, потому что могли оказаться вообще без абитуриентов. Сейчас мой институт хотят и вовсе либо закрыть, либо присоединить к какому-нибудь из пятигорских вузов. Ведь когда-то кадры из нашего института ценились по всей стране. Всему, о чем вы говорите в фильме, я был свидетелем. Но многие мои друзья и знакомые утверждали, что я сгущаю краски, и в целом все не так плохо. Я даже, наверное, и сам начинал в это верить, пока не посмотрел последний звонок. Субтитры сделал DimaTorzok